В Омске прошел концерт, посвященный царской семье. Мероприятие было организовано детской воскресной школой храма святой мученицы Татьяны и хором православной молодежи Омска Креницы. Подробности в сюжете наших коллег. Концертная программа «Венциносная семья», посвященная семье последнего русского императора Николая II, стала творческим финалом учебного года воскресной школы имени преподобного Сергия Радонежского при университетском храме святой мученицы Татьяны. Выступление детей, подготовленное ко дню памяти царственных страстотерпцев, стало отражением знаний, которые дети получали в течение всего учебного года. Концерт, посвященный царской семье, это наше завершение учебного года. В течение учебного года дети каждое воскресенье соучаствовали, сопереживали, проходили путь и проживали жизнь семьи Николая II. На чувственном отношении стихи, в которых изложен весь путь царской семьи, но он уже в стихах был здесь. Свои чувства и переживания дети трогательно и искренне выразили в самых разных стихах о царской семье. Благодаря такому подходу к теме, чувства, переживания и образ жизни венциносной семьи стали малышам еще ближе и понятнее. Мы можем брать пример с этих детей. Они очень трудолюбивые и никому не хвастают о своих достоинствах. И помогают бедным. И всегда все делают по воле Божией. Нам тоже нужно быть такими преданными своей Родине. Поддержал своих младших собратьев по вере и творчеству хор православной молодежи Омска Креницы, исполнивший в концерте замечательные духовные песнопения, прекрасно дополнившие эту литературно-музыкальную композицию. Надеюсь, что со временем многие дети, они же занимаются музыкой. Вот мальчик играл на балалай, девочка играла на фортепиано. Думаю, со временем их таланты, в том числе и в пении, созреют, и они тоже придут к нам в молодежный хор. Многие участники молодежного хора – это выпускники разных воскресных школ Омска. И их участие в концерте стало ярким напоминанием о необходимой во все времена преемственности поколений, вере в Бога и любви к Родине. Продолжение следует...